Воскресенье 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 Вопрос пошел о том, как сосуществуют в единой личности Сына Божьего две природы, божественная и человеческая. И вот как итог всех богословских споров, вопрос о том, можно или нет изображать непознаваемого Бога. Апостол-евангелист Иоанн Богослов утверждает, Бога не видел никто никогда. Но он же добавляет, единородный Сын, сущий в лоне Отчим Той, явил. То есть полнота познания Бога Отца явлена на Его Сына. И поэтому Господь наш говорит всем ученикам, видишь ли Меня, видел и Отца Моего Небесного. И мы видим Христа Спасителя на Его иконах. И икона подтверждает тайну Богооплощения. Икона, утверждает, что в Рождестве невидимый Бог стал видимым человеком. И икона является нам личность Божьего Сына, в Котором всегда не слитно, но и не раздельно. Божественная, невидимая и видимая человеческая природа. И мы можем действительно явить поклонение Богу, поклоняясь иконе. Ибо, как утверждает вероопределение Седьмого Вселенского Собора, честь, вознаваемая образу, восходит к первообразу. И поклоняющаяся иконе поклоняется изображенному на ней. Таким образом, память Отцов Вселенского Седьмого Собора – это не просто воспоминание о том, что было когда-то в церковной истории. Это то, что имеет к нашей духовной жизни прямое, непосредственное отношение. Ибо именно Отцы Седьмого Вселенского Собора научили нас, как правильно поклоняться Богу. И прославляя их память, мы сегодня слышим еще прощальную беседу перед смертью Воскресения Христа Бога со своими учениками. Ту ее часть, которая получила название первосвященческой молитвы, потому что первосвященник Церкви, Господь Иисус Христос, обращается к своему Отцу. И молит Его о своих учениках не обо всем мире, но о учениках и о тех, кто будет верить по их слову. То есть о нас с вами. О всех тех, кто на протяжении двух тысячелетий приходит и приходил в мир, и кто исповедует Иисуса Христа Богом и Царем. И раз Христос наш Бог, раз Он Царь мирозданий и Царь нашей жизни, то нет ничего более важного, как учиться видеть Его и учиться Ему поклоняться. И память Отцов Седьмого Вселенского Собора и учит нас правильно поклоняться Богу через Его образы, через Его иконы. Поклоняться Богу, который стал человеком, нас ради человека и нашего ради спасения. Поклоняться Христу Спасителю, который две тысячи лет назад молил о нас, Своего Небесного Бога Отца, и до ныне нас не оставляет своей помощью. И мы можем ответить Христу Богу на Его любовь тем, что сами будем учиться Его любить. Будем Ему поклоняться и будем воспринимать всю нашу жизнь, как дорогу ко Христу и восхождение Его Небесное Вечное Царство. Аминь. Аминь.